Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Когда убирать лук? Этот вопрос волнует многих, особенно тех, кто в этом году первый раз посадил свой лук. Я сейчас расскажу вам, какие есть признаки и какие есть правила уборки лука. Вообще, как убирают обычно со второй половины августа и до первой декады сентября. Но погода вносит нам свои коррективы и нам нужно все-таки смотреть по состоянию лука, а не по числам, не по датам. Считается, что лук можно убирать, если у него прекратилось образование молодых листьев и началось полегание. Вот видите, он как бы прилег. Это уже первый знак вам, что лук готов. Вы смотрите, если луковицы полностью сформировались, приобрели характерную для данного сорта окраску, то это еще один знак, что лук можно убирать. Вот видите, характерная окраска. Лук-кармен стал красным, вот этот, ну длинное название, этот стал желтым, луковицы. Ну еще, он мог бы, конечно, порасти. Еще смотрим на погоду. Но так как у нас в регионе началась дождливая, сырая погода, то лук уже дальнейшее его пребывание в земле может сказаться на нем плохо. Он может плохо потом храниться. Смотрят еще вот по этой вот шейке. Вот смотрите, вот здесь у меня шейка уже мягкая, мягкая, совсем мягкая. Это значит, что эта луковица, ну вообще уже все полностью сформировалось, она уже не растет. И если опоздать с уборкой вот такого лука, который уже не растет, он буквально через неделю, дней 10, снова возобновляет свой рост. Видели, может быть, корни опять начинают, он как бы на второй год хочет уйти. И такие луковицы уже непригодны к хранению. Поэтому вот этот вот период, когда начинать уборку, это очень такая вот тонкая грань. Сначала рано, потом уже может быть поздно. Вот эти вот шейки, они вроде бы еще твердые. Он может быть еще и порос бы. Но из-за дождя, из-за того, что сырая погода, я все-таки думаю, что буду его убирать. Но это решает каждый сам. Я вот вам сказала, какие признаки, если он полегает, если новых уже не образует листьев молодых. Еще один нюанс. Сейчас в августе и в начале сентября убирают лук, посеянный, посаженный в традиционные сроки, весенние. Вот у меня я его садила под зиму, и под зиму посаженный лук уже готов в конце июля. Вот сейчас у нас вторая половина июля, и скорее всего мой лук уже готов. Я вот трогаю шейки уже вообще мягкие, они уже не растут, он просто сидит в земле. Раз он просто сидит в земле, значит его нужно вытаскивать и просушивать. Когда и как лучше начинать уборку? Ну естественно, уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук осторожно выдергивают. Оставшуюся землю на луковицах нельзя стряхивать друг об друга, их колотить. Нужно убирать руками. Вот эти все механические повреждения, они плохо сказываются. Луковицы загнивают и плохо хранятся. Затем этот лук нужно разложить. Ну как, если погода, например, позволяет, его нужно разложить на открытом солнечном месте. Вот те годы у меня удавалось. И от 12 дней до 2 недель, до 15 дней желательно, чтобы он лежал на солнечном месте и прогревался. Он созревает, он лучше хранится, который на солнце полежит. И в это время вот эти вот, ну как, листья вот эти его не надо обрезать. Он должен высохнуть естественным образом. Потом они все подсохнут и вы будете обрезать 3-4 сантиметра, оставите. После этого его еще нужно занести в помещение и там дать ему просохнуть. Еще недельку он полежит и можете потом складывать там, ну или в корзины, или в ящики. Хранить лучше при комнатной температуре в сухом помещении. Ему не обязательно сидеть в подвале, там обычно сырость повышенная, он это не выносит. Он может начать расти, пустить корни. Вот где-то там в шкафах, раньше под кроватью в коробке у меня бабушка хранила. Я делаю косы, вешаю над камином, просто где-то на кухне, как декоративный элемент. И помаленьку их срезаю. Вот это про уборку лука, такая информация теоретическая. Но еще раз говорю, что есть конечно сроки, есть даты, но каждый должен решать сам, исходя из природных, из регионального местонахождения, в каком регионе. Может быть у вас еще сухо и он будет еще расти. Вот у нас видите, он полег и уже идут дожди, мне нужно вынимать. Если у вас дождливая погода, лучше конечно вытащить его из земли, просушить где-то на чердаках в сухом помещении, хотя бы сохранить. Потому что если он в дождливую погоду, вот в такой, в мокрой, вязкой земле побудет, качество резко ухудшится. Для хранения он будет непригоден. Вот этот маленький видеоролик для тех, кто не знает, когда собирать лук, вытаскивать его, с грядок выдергивать. Я немного вам рассказала, вот несколько случаев. Как весенний лук, когда подзимый лук, как вы смотрите, полегания, шейки мягкие, твердые. Все это нужно смотреть, наблюдать и думать самим, нужно вам убирать лук или нет. До свидания, с вами была Ольга Чернова.